Деда Мороза 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 А подарок? Подарок бы я хотела себе, конечно, утёс. Дело хорошее. Ну, в смысле, утёс. Не вот утёс, а пулемёт такой. Дело хорошее, но ставить мне его дома негде. Да и стрелять по людям как-то нехорошо. Но в рамках самозащиты всё-таки что-нибудь бы мне было бы хорошо иметь. Ну, и так для программы в будущем я собираюсь взять программу о вооружении Новороссии. Поэтому мне нужен какой-то макет. Ну, макет лучше не надо присылать, а всё-таки лучше вооружение. Хоть не пулемёт, но лучше бы автомат Калашникова. Я о нём очень много читала. Спасибо тебе большое, господин Калашников, инженер, который создал такой замечательный автомат. Вот, пистолет мне присылать не надо, потому что толку от него мало. Дальность полёта, в общем-то, расстояние стрельбы тоже не очень хорошее. Ну, я подготовилась, да. Вот, к сожалению, стишок я и не выучила. В общем, Дедушка Мороз, мне нужен всего лишь автомат, а всем нам нужен мир. Пока! Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Маргарита, и я живу в городе Донецке. Шлю тебе это послание, потому что скоро Новый год. Все ждут чудес и, конечно же, подарков. У меня есть два желания. Я хочу, чтобы в Донецкой Народной Республике наконец-то наступил мир, чтобы все-все детки были здоровыми и счастливыми. Мамы никогда не плакали, а все папы были дома. Я точно знаю, что когда наступит мир, я со своей семьёй поеду отдыхать в Краснодар, на Республике. Мне очень-очень этого хочется. И ещё у меня есть второе желание. Дорогой Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, телеканалу Новороссия ТВ несколько микрофонов с ветрозащитой и логотипом. Все журналисты очень-очень этого ждут, и все сразу обрадуются. Я очень надеюсь на то, что ты получишь моё послание, и всё исполнится. Я обещаю не баловаться, быть послушной девочкой, никогда не опаздывать на съёмки и всегда вовремя сдавать монтажный план. Ещё одна просьба, Дедушка Мороз, передай, пожалуйста, привет моей маме. Нам так её не хватает. Мы все её очень любим.